Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. В каждом номере журнала есть рубрика «Черемшан», в которой мы представляем творчество димитровградских поэтов и писателей. Сегодня наш гость Юрий Иванович Шерстнев – писатель, журналист, фотограф. С недавнего времени Юрий Шерстнев стал руководителем писательской организации города Димитровграда. Мы рады предоставить ему слово. Добрый день, дорогие друзья! Очень рад видеть вас сегодня. Очень рад перед вами сегодня поделиться своим творчеством и рассказать о писателях Димитровграда. Мне повезло родиться в семье, где было два писателя и два журналиста. А еще папа был гармонистом, а мама умела играть на скрипке. И главное, что в нашем доме было всегда очень-очень много книг. Книги были везде, в каждой комнате. Естественно, в зале тоже. И более того, мне повезло, знаете, еще в чем? В 50 шагах, чуть пониже нашего маленького домика была детская библиотека. Поселковая детская библиотека. И, конечно же, я там часто-часто был в детстве. Мне нравились книги, которые были немного взрослыми для меня того, для того пацана, для того Юрки Шерстнева. Но моим мечтам они только помогали. Конечно же, я, как и все, мечтал быть космонавтом. В то время это, наверное, каждый мальчишка, каждый мальчишка мечтал. Мечтал быть путешественником, археологом. Но никогда не думал, что я стану однажды журналистом и писателем. И тем более возглавлю городскую организацию писателей города Димитровграда. Но вот недавно, года три назад, мне попалась одна очень интересная архивная газета. Газета 1962 года, октября. Я тогда только-только родился на свет. В этой газете, тогда она была на все, за Волжье, одна газета. На передовице был материал, посвященный десятилетию лисературно-визнению Черемшана. И вот, читая эту заметку, я до мурашек заволновался и удивился. В том, в том юном Черемшане, которому было всего 10 лет, скажу так, что он всего лишь на два года моложе, чем Ульянов с карнизацией. В том Черемшане среди молодых поэтов был перечислен мой отец, Иван Шерстнев. Тогда наша семья жила еще в Чайдоклах. Чуть позже родился на свет я. Я родился в Старомайне, на берегу Волги. Ну вот, все детство мое, вся юность и, наверное, зрелые годы прошли, я люблю только шутить, на юге, на юге Ульяновской области, на границе с Саратовской, в Павловском районе, в поселке Павловка. Там я писал свои первые стихи, там я нашел свою первую любовь, там я потихоньку становился художником. Наверное, гены моего деда давали знать. Он жил долгое время в Свердловске, где-то по маминой линии. Однажды я видел, когда он к нам приезжал в гости, как он за два часа нарисовал пейзаж маслом. Меня это так поразило, как-то легко. Вот был голый холст, и вдруг такими легкими мазками она родилась. Это были Уральские горы. Наверное, гены сказались, и однажды я стал художником. Чуть-чуть, самоучкой тоже. И вот первая моя картина, я об этом мало кому говорил, те картины, которые я писал в юности, не детские рисунки, нет. Они рождались на стволах берез. Я уходил в березовую рощу, как юный отшельник, и там карандашом ли, ручкой рисовал пейзажи, рисовал девушек, те, которые мне тогда очень нравились. И все больше и больше влюблялся в Россию. Поэтому сегодня мне хочется начать свое вступление именно с такого стихотворения. Я родился в России. Меж берез и рассветов я над Волжским утесом сделал первый полет и не знаю красивей деревень ее древних, и не знаю печальней троп ее сквозь погост. По бескрайней планете вечно носится кто-то, кто-то в вечных тревогах, кто-то в вечном пути, по морям, океанам, по чужим перекресткам, по столицам, по странам, чтобы Русь обрести. В перекрестьях дорожных перепутей без счета, в перекрестьях бинокля цель судьбы не видна. Даже если удачу жизнь подарит на взлете, все равно без России мне она не нужна. Возвращаясь в Россию, умирая в закатах, воскресая в туманах на лугах заливных, босиком убегая на заре перекатом к родникам, чтобы напиться Тайн и весен живых. На скамейке у дома, у родного окошка вспомню мамины песни, вспомню папы гармонь, что так чудно звучало в нашем дружном поселке. И сегодня на сердце только кнопочку троню, Их, как было бы здорово, чтобы папа однажды написал музыку к этой песне. Но жизни бесконечной однажды моим папой не стало. И муза поселилась в моем доме задолго до этого печального дня. Моей музой долгие годы, вот уже 36 лет, со дня знакомства является моя жена, моя любимая Иришка. Но, признаюсь, стихов о любви, либо тех стихов, которые я ей посвящал, я не включаю ни в одну книгу, потому что это личное, это то, что между нами. Думаю, Иришка меня понимает. Но, говоря о том, меня честно спрашивают, а вы как тебя называете? Вы поэт городской или все-таки сельский, даже, может быть, деревенский? Я отвечаю компромиссным вариантом. Я городской поэт из деревни или деревенский из города? Так, а это, знаете, не вытравить. Это не та деревенщина, это та вольность, та широта, та высота гор над поселком. Когда понимаешься в детстве на гору и видишь все село перед тобой, все с его врагами, с его улицами, с его церковками, с его людьми, которые далеко внизу, но они твои земляки, друзья, родные. И сегодня, вот знаете, я вот, будучи уже городским, 21 год городским, я бы с радостью прочитал одно из своих, наверное, самых громких залихвастких стихотворений именно не с городской набережной, не с этой сцены, а вот именно с горы Шихан, что возвышается над нашей Павловкой, там, с той Павловки. Это стихотворение называется... Ой, сейчас громко будет. Называется «Ведра». Ведра Звонка Отвыси Знойной Жарка Вверх На Три Тысячи Метров Город Дышит Жарой Бетонной Город Жаждет Хотя бы Ветра Лето Жарит Амулет На Крыше Лето Тонет В тугом Проеме Между Полночью Чуть Остывшей И Расплавленным В пекле Полднем Капли пота Густой Капелью Окропляют Цветы И грядки Лапы Синих С рыжинкой Елей Засыхают В безлюдном Парке Ароматных Вишневых Ночек Время Вышло За кружкой Кваса Встала В очередь К желтой Бочке И Застряла Без дачи В кассе Ведра Зубонка Отвыси Знойная Жажда Вверх На Три Тысячи Метров Я Подсолнечный Всесторонний В топку Лет Увлеченный Ветром Выпекаю Стихов Страницы Вкуса Пиццы Недоперченной И мечтаю Дождем Пролиться Долгожданным Прохладой Полной Там Где Край На край Там Где Солнце Родится Там Где Живет Потихоньку Ничье Старичье Где Поясеневский Свет Несказанный Струится Там Не жалея Теряю Я Сердце Свое Маленький Город Здесь Узкие Улочки Гнутся Тесным Кольцом Окружая Старинный Посад Ивы Из рек Тишину Его пьют Не напьются А пастухи На заре Из тумана Кричат Не докричаться Уже до ушедшего Века Не долететь Не дойти До околицы Той Где Начинается Рай Где Черемухи Ветки Ветер Целует А птицы Зовут За собой Там Где от неба До неба Качели Взлетают Лето Бездомное В белых Ромашках Светясь Мама Такая Такая Еще Молодая Рядом С ней Папа А скоро Там буду И я Просится Просится К маме На руки Пушистая Кошка А за Кошком Так Звонко Что Хочется Петь Это На улице Где Где-то Играет Гармошка Где Это Улица Вот Бы По ней Просвистеть Не Долететь Только В снах Может быть Или В сказке Нас До утра На окраину То Унесет Где Акварелей Апрельских Нежнейшие Краски Где Снегири Январь Дарят Всем Новый Год Маленький Город Все Меньше Все Глубже Все Тише Голос Его Посидевших За жизнь Тополей Только Лишь Слышится Где-то Все Тише И Тише Вдаль Улетающий Тающий Клин Журавлей Наверное Самые Дорогие Стихи Рождаются В самые Трудные Минуты Жизни Так Случилось И со мной Когда Не Стала Мама Она Была И Только Не Стала Не Сбылись Те Мои Мечты Забраться У себя Однажды Однажды В город Казахстану Поуверене Там Жизнь Когда Рассчитаюсь Долгами Когда Будет Легче Я Возьму Дом Себе В Тентровград Не Сбылось Осталось Осталось Несколько Писем Фотографии Конечно Ж И Мамин Дневник Который Я после Нашел У нее Дом О том Как она Жила Все эти Годы Одна Без Папы А мы Взрослые Дети Жили Своими Семьями Своими Проблемами И Как-то Не очень Часто Бывали Тем более Я На другом Конце Области Но Мама Понимала Все Она Говорила Ты Главное Там Держись Если Ты нужен Там Людям Так Будь Там А я Подожду Ты Приедешь Я Знаю Но Однажды Я не успел Приехать И После Этого Я написал Стих На Следующий День Рождения Мама Я Наверное Вопреки Всем Традициям Правилам До сих пор Отмечаю День Рождения Не день Памяти Нет День Рождения И Мой Стих Получился Тим Наверное Немножко Простым С точки Зрения Классическое Написание Стих Варенья Но Таким Который До сих Пор Является Самым Читаемым Среди Моих Произведение Самое Чаще Больше Его Смотрят На Различных Видеохостингах Слушают На Вечерах И Извините Плачут Сегодня Был бы День Рождения Мама Так называется Этот стих Сегодня На земле Особый день Сегодня Был бы День Рождения Мамы В одной Из малых Русских Деревень Сегодня Я послал бы Телеграмму В который Раз Хотел бы Ей Сказать Что Я Ее Люблю Что Вновь Мечтаю Как В детстве С пылу Жару Принимать Из рук Ее Краюху Кровая Но Мамы Нет Ее Улыбки В цвет Остался Лишь На фото Из альбома Она Ушла В тот Край Где Края Нет Тот Светлый Храм Что Стал Ей Вечным Домом Лишь Старенький Потрепанный Конверт Хранит Ее Такой Знакомый Почерк И В нем Моей Семье Большой Привет И Вдруг В конце Мне Одиноко Очень Никто Ни в чем Меж нас Не виноват Но Если Почтальон Проходит Мимо Я Каждый Раз Его Встречаю Взгляд Жду Писем Из Страны Невозвратимой В ответ Мне Не писать Ей Письмеца Не Рассказать Как Вымахали Внуки И Тон Как На Погосте У Отца При Встрече Тихо Плачут Незабудки Как В детстве За окошком Снегири Качаются На Яблоневых Ветках Но Почему Седые Декабри Все Ближе Мне Чем Летний Рассвет Быть Может Потому Что Между Строг Что Написала Со Слезами Мама Однажды Я Прочел Забыл Сынок Как Трудно Мне Теперь Забытый Всеми Вами Сегодня На Земле Особый День Сегодня Снова День Рождения Мамы Но В те Края Где Крылья У людей Ни Письма Не Летят Ни Телеграммы Давно Известно Вечно Жить Нельзя Однажды Суждено Всем Не Вернуться В тот Самый Миг У края Бытия Нас Встретит Мама Мама Нас Дождется Таким же Дорогим Моментом Таким же Дорогим Как письма Мама Таким же Откровением Для меня Являются Стихи О России Это не то Как некоторые Стараются Написать Пафосно Гордо Почти Что Димноподобно Нет У меня Россия Другая Я смотрю На нее Из Деревенских Полей С той же Самой Шахангары Смотрю На нее И вот Сегодня В эту весну Я вижу Немного Другую Россию Которая Не совсем Так Которая Показывает Нам На Известных Каналах Телевизии Она Другая Она Вот Вот Весна Шагнет На край Села Где Потемнели Зимние Чертоги И Кажется Звонят Колокола По всем Церквам Молчавшие Так Долго И Небо Раскалилось До бела И Оттепель Дороги Разъедает Дороги По которым К нам Пришла Святая Русь Пришла Совсем Седая В глазах Ее печали Через край Глубокой И вовек Непостижимой В глазах Ее Усталость Птичьих Стай Вернувшихся В гнездовье Через Зиму Святая Русь Бредет Через Спогост Святая Русь Могу ли Петь Иначе Когда Венок Терновый Вместо Рос Несет Старушка Русь И Тихо Плачет Уже Я в городе Я Увидел Что Вот эти Вот старушки Они такие же Что в деревнях Что в столицах Что в маленьких Родах Что в больших Они Такие Родах И Это Случилось Тогда Когда И По нашему Городу Шел Крестный Ход Гляди И Бесконечность И Тихий Бег Беспечных Облаков Хоругви И И Иконы Плыли Чинно Все Шире Разливая Тихий Свет И Ангелы Над Ними Пели Гимны И Радостью Искрился Благовест И Захотелось Вдруг Столпою Слиться Пройти Со Всеми Несколько Шагов Перекрестившись Трижды Помолиться Пусть Неумело Пусть Не зная Слов Но Искренне Чтоб Сердце Все До Донца Отдать Земле И Людям А Взамен Вдыхать Всем Телом Словно Чудо Солнце И Ждать От Жизни Добрых Перемен В последнее время Мне везет Я бываю В маленьких Деревушках Меликевского района У друзей У них там Старые дома У них там Банка У них там Самые звонки Петухи На Россию Наверное И у них там Песни Да-да Песни все еще звучат Вечерами У завальники Или в поле Когда Мужик Идет с косой И мурлычет Песню По России Косит И поет Это так здорово Там Жилая Россия И там Самые Красивые Песни О ней И для нее И для нее Вот одно из тех Путешествий В маленькую Россию Получилось записано Вот на этой картине Картина называется В песне Долгие Скоро Скоро Нагрянет утро Ночь Июльская Коротка Росы Падают Перламутром Первослогом Искрит Строка И за каждой Строкой Таится То ли Юности Рубки Грех Толь У бабки Столетний В спицах Шелест Прошлого Шелест Вех По холсту В деревянной Рамке Пробежали Смазки Штрихи Им бы За день Протечь В тетрадку Может Вышли бы Неплохи Только Дня Не хватило Снова Трех Штрихов Не хватило Вновь Ни хорошего Ни плохого Не родилось За день Стихов Зацепился За вечер Полдень И за речкою Стек В закат В эту Осень Всех В гости Просим Заходите Я буду Рад Буду Пьян От улыбок Ваших Буду Тресв От своих Долгов Отгуляем Покатим Дальше В песне Долгие Стариков Колесит Меж полей Повозка Конь Седой Ее Сам Везет Вожжи Брошены В подорожник И часы Понад Степью Бескрайней Боли Меж урочий Не царь Не раб Кто-то Встал Прошептав Про охов Про утехи Утекших Снов Нам бы Всем Да хотя бы По крохе Той краюхе Что есть Любовь Дорогие друзья Эту любовь По крохе Я хотел бы Раздарить всем вам По строчке По слову По взгляду Чтобы обнимать вас Чтобы целовать вас И желать Вам Лучшего Лучшего Самого доброго Потому что вы все Достойны Большего До свидания Спасибо За внимание Как Артистично Читает Свои стихи Юрий Шерстнев Душа Откликается Только Кнопочку Тронь Как Написал Он в одном Из своих Стихотворений Мы желаем Юрию Шерстневу Вдохновения И успехов На посту Руководителя Писательской Организации Димитровграда А вам Дорогие друзья Сообщаем Что в третьем Номере Журнала Симбирск Будут Опубликованы Стихи Юрия Шерстнева Благодарим вас За внимание Всего вам Самого доброго Весеннего настроения Добра Радости И до встречи Литературной Гостиной Литературной